Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о прощении. Мы все знаем о разрушительном свойстве обиды, о том, что прежде всего это чувство ранит нас самих. Лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Манделла говорил, «Обижаться — это всё равно, что выпить яд, в надежде, что он натравит обидчиков. При этом мы редко находим свободное время, чтобы осознанно поработать со своими эмоциями и простить тех, кто причинил боль. Сегодня мы займёмся именно этим. Прямо сейчас, конечно, не стоит вспоминать какие-то очень глубокие травмы. Наше сердце похоже на прекрасный сад, а обиды — это сорняки среди цветов. Не обязательно прямо сейчас сражаться с самыми серьёзными зарослями. Попробуем выполоть молодые ростки сорняка, пока они окончательно не укоренились в почве нашего сердца. Давайте начнём практику. Убедитесь, что вас ничто не отвлекает. Уведомления на телефоне выключены. Вы сидите комфортно, удобно. Ваше тело расслаблено. Можете закрыть или прикрыть глаза. Ненадолго сосредоточьтесь на дыхании. Почувствуйте, как вы вдыхаете воздух, как он проникает в ваши лёгкие. Грудная клетка расширяется. Почувствуйте, как на выдохе живот слегка опускается. Если посторонние мысли отвлекают вас сейчас или будут отвлекать позже, во время практики, просто отметьте это. Произнесите про себя слово «мысль» и отпустите её, возвращая внимание к медитации. Проверьте, что ваше тело полностью расслаблено. Для этого пройдитесь мысленным взором от макушки до пальцев ног. С каждым вдохом переключая внимание ниже и ниже и с каждым выдохом расслабляя тело. Вдох. Направьте внимание к голове, лицу. Выдох. Отпустите напряжение. Вдох. Проверьте плечи, грудь. Выдох. Расслабьте мышцы. Вдох. Вдох. Сместите фокус внимания к области вашей талии. Выдох. Расслабьте мышцы живота. Вдох. Сфокусируйтесь на руках и ногах. Выдох. Отпустите напряжение. С каждым вдохом и выдохом пусть ваше тело расслабляется все больше. Когда происходит работа со сложными эмоциями, это может отзываться напряжением в теле. Во время практики обращайте внимание, по-прежнему ли расслаблено ваше тело. Вспомните недавнюю ситуацию, в которой вы почувствовали обиду на кого-то. Пусть это будет что-то свежее, но совсем незначительное. Вспомните, какие именно чувства вы испытали, когда это произошло. Почему вы обиделись? Вспомните, как прокручивали эту ситуацию в голове, потому что она не отпускала какое-то время. Теперь сфокусируйтесь на ощущениях в своем теле. Вспомнило ли тело ваше чувство так же ярко? Может быть, от досады у вас наворачивали слезы? Или вы крепче стискивали зубы? Чувствуете ли вы прямо сейчас что-то похожее? Теперь мысленно представьте, как все ваши чувства, связанные с этим событием, сжимаются до небольшого сгустка размером с теннисный мяч. Мысленно поместите этот сгусток в прозрачный шар снаружи вашего тела. Там они будут по-прежнему на виду, но перестанут быть частью вас самих. Теперь представьте себе человека, который вас обидел. Представьте, что он находится рядом с вами и очень внимательно слушает. Мысленно назовите ему те эмоции, которые вы поместили сейчас в защитный шар. Не описывайте их подробно, просто произнесите названия, например, боль, разочарование, грусть. Называйте их по одной, через небольшую паузу, осмысляя каждое слово, проверяя, так ли это на самом деле. Наблюдайте за собой без оценки. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, когда все чувства названы, представьте, как вместе с этим человеком вы берете в руки свой эмоциональный шар. Представьте, как вы оба положили на него свои ладони. Скажите этому человеку, я тебя прощаю. Постарайтесь ощутить это освобождение. Даже если этот человек никогда не просил у вас прощения, этот сгусток обиды, эмоциональный шар, больше не должен находиться в вашей груди. Ему там не место. Разрешите себе расстаться с этим шаром. А теперь представьте, как теплота прощения возникает в вашем сердце, разливается в груди, наполняет все ваше тело, а шар обиды в ваших руках постепенно растворяется. Теперь посмотрите в глаза тому человеку, который был с вами. Отпустите эмоции до конца. По-настоящему простите его и позвольте уйти. Побудьте немного в тишине. Почувствуйте спокойствие и умиротворение. Техника визуализации эмоций помогает абстрагироваться от негативных переживаний и легче их преодолеть. И медитация в целом лучший помощник. Поблагодарите себя за практику. Теперь вы можете открыть глаза. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...